Девушки отдыхают Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Крымский маршрут» и ее ведущий Владимир Илларионов. Сегодня мы находимся в Байдарской долине. Этот удивительный, богом созданный уголок прекрасен в любое время года, в любую погоду. Зимним январьским утром мы решили прогуляться к водопаду Козырек, известный также как водопад Кубалар. КОНЕЦ Автомобильная часть нашего маршрута проходит от села Орлинова до села Передового. Но мы не могли себе отказать в удовольствии остановиться на вершине одного из холмов, чтобы полюбоваться Чернореченским водохранилищем. Сегодня здесь около 22 миллионов кубических метров воды. Вода продолжает пребывать за счет таяния снегов и дождей. КОНЕЦ Оставив машину в селе Передовом, мы направились к водопаду Кубалар. Сегодня наш гид и спутник Владимир Хихлухин. Большой знаток местных природных достопримечательностей. Сколько нам идти? Ну, до водопада минут 15-20 мы пройдем с великим удовольствием. Посмотрим налево, направо, на горы. Тогда вперед. Тропа, конечно, живописная. Нахоженная на ежее. И даже в будней еде здесь, наверное, очень много людей бывает. Тут маршрут был какой-то туристический, наверное. Да, маршрут проходил до села. Вот это что у нас? Родное. Это и есть маркировка маршрута. Для того, чтобы не заблудиться в лесу. Вы каждый год здесь? А мы специально приехали посмотреть. Весной, конечно, хорошо, когда зелень. Но и сейчас хорошо. Тишина. Надо уметь слушать тишину. Никого нет. Вас встретили. Вы первые, кого мы встретили. Собака хвостом машет, значит, вы хорошие люди. Ну, стараемся, да. Но летом водопад пересыхает. И течет маленькая струечка. Даже неинтересно. А сейчас, если вы пойдете со мной, то я вам покажу, как залезть на водопад. Пройти к следующему водопаду. И вы будете очень довольны. А вы вообще из Севастополя, из города приезжаете? Из Севастополя, да. Но я любитель походов. Я знаю многие тропы. Я хожу по этим тропам с собакой. Собака у меня здесь знает все тропы. Так что, если вы будете себя хорошо вести... То собака нас не обидит. То я вам покажу хороший путь. Сейчас мы вас догоним. Ну, догоните. Вот так. Отличная полянка для отдыха. Туристов, которых называют матрашниками, которые с большими рюкзаками ходят по горам на много дней. Так, если мы придем в воскресенье, то нам здесь места будет очень мало. Потому как все столы будут заполнены. Люди после... Ну, будем говорить, труднопроходимых мест будут отдыхать. Вот здесь вот с маленьким перекусом, с чаем, компотик, сок. Дети. Очень много детей. Мне нравится, что молодежь начала выходить, уезжать со своими детьми. Сегодня речка скромна, хотя и говорлива. Воды не так много, но если учесть, что летом река вообще пересыхает, то, конечно, сегодня ее можно назвать полноводной по сравнению с августом. Вода чистая, нет никакого мусора. И в лесу тоже достаточно чисто. Конечно, интересно вот брать с собой в поход фотоаппарат. Но человек с фотоаппаратом всегда раздражает своих спутников. Он пытается что-то фотографировать. А другим это, может быть, не так интересно, задерживает их. Но тем не менее, когда потом появляются фотографии готовые уже, все говорят, да, что хорошо, что он нас убедил и достал фотоаппарат. Я думаю, самое время и мне достать фотоаппарат. Одна фотография может сделать воспоминания многолетней давности. Я открою небольшую тайну. На козырьке, на водопаде я бывал раз 20-30 и всегда фотографировал. И ни разу фотографии не были похожи одна на другую. Разное время года, разное состояние водопада, разное время суток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Здравствуйте! Вы первый раз здесь? Нет, мы уже были. И как, каждый год ходите сюда? Ну, мы в этом году уже были. В прошлом. Зимой? Нет, это была осенью. И позапрошлом году мы были здесь весны ранее. По Козьей тропе мы поднялись на одну из скальных полок, откуда обрывается вниз водопад Кубалар. С одной стороны, можно было бы уже и домой повернуть. Программа минимум выполнена. Но с другой стороны, выше открывается такая перспектива, такая река с гор бежит. И мы решили идти все-таки вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От водопада Кубалар, Козырек. 30 минут неспешной прогулки по лесной тропе. И мы оказались на развилке реки. Справа от нас водопад Рыжик. До него идти минут 15. Слева два водопада Фатима и Скользящий. Мы же находимся на Грифоне. Отсюда вода во время обильного таяни снегов буквально фонтанирует из-под земли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуем, что же тут в Грифоне подают сегодня. Спасибо. Холодник. Вода песня. Какой воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вода, конечно, чудесная. Стоило идти за столько километров, чтобы испить водички. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть такая разновидность туристов. Туристы-паломники. Они ходят сюда группами и в одиночку в течение всего года. В любое время суток. Так вот, те люди, которые нам встречались на тропе, они утверждают, что этот грот обладает какой-то магической силой. Он заряжает их энергией. Спорить с этими паломниками-туристами бесполезно. Я верю, что такая сила существует. Но если быть прагматичным, то акустическая линза, созданная этим гротом, позволяет фокусировать звук, произносимый здесь, на этой сцене, в центре долины, очень концентрировано, так, как это делается, например, в Большом театре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот мы у водопада скользящего. Как гидрогеолог гидрогеологу тебе скажу, что с водой у нас проблемы. Но каждый любитель обезвоженных водопадов нам мог бы сегодня позавидовать. Совершенно верно. Потому как поход выходного дня, будем считать, удался. Ну, один водопад, Козырек, дал нам наслаждение падающей воды. Совершенно верно. Река достаточно полноводная. А то, что два верхних водопада сухие сегодня, ну это... Мы даже попробовали воду с Грифона. Вода, конечно, чудесная. Итак, скользящий водопад. Что он нам говорит? Скользящие облака над водопадом скользящие вселяют уверенность в завтрашнем дне. Будут обильные осадки. Обильные и разные. Они пополнят Чернореченское водохранилище и сделают полноводными реки, которые украшают эти водопады. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok